доброе утро сегодня у нас 38 каст из серии передач которая называется завтра из библии и мы готовимся к рождеству сегодня у нас 21 декабря и до рождества осталось буквально три дня конечно мы празднуем не день рождества факт рождества спасителя потому что одни никто не знает на самом деле утеряно давно уже след того дня и даже того года в который родился спаситель в этот свет но факт его рождения был предсказан пророками был предсказан и царю давиду и факт его рождения существует именно этот факт мы и празднуем в этот день по согласию всех христиан мира мы празднуем день рождения спасителя именно 24 на 25 декабря и когда мы говорим о рождестве мы всегда вспоминаем какие-то разные моменты на сегодняшний день многих рождество ассоциируется с санта клаусом съелка и так далее на самом деле факт рождения спасителя он является основным он является главным главной причиной этого праздника и да ёлка она украшает наши дома это праздник веселья потому что все равно как бы то ни было рождество праздник веселый все-таки день рождения и день рождения нашего самого лучшего друга день рождения нашего спасителя и рождения нашего учителя конечно мы его празднуем самыми самыми-самыми веселыми нотами и самыми веселыми воспоминаниями но очень многие сегодня говорят о том что ёлка это языческий праздник и так далее возможно мы иногда поклоняемся другим разным идолам в нашей жизни причем сами этого не замечаем простой пример тому это деньги хотя это всего на все бумага на которой просто что-то нарисовано но тем не менее мы считаем его каким-то основным основоположным основополагающим фактором в нашей жизни так вот для того чтобы не отвлекаться от основной темы так сказать самого праздника вот темы рождества я предлагаю просто перестать заглядывать в окна к своим соседям и спрашивать а у него ёлка на что надо поклонник на самом деле есть много историй на тему откуда появилась ёлка в домах христиан и одно из таких достоверных источник один из достоверных исторически подтвержденных по крайней мере источников это то что основоположник реформаторства в церкви мартин лютер 1 установил ёлку у себя дома потому что он взял он это из священного писания где написано что кедр украсит храм твой но в данном случае перевод слова кедр он неверный из оригинала и там идет речь о еле как он это увязал я не знаю но тем не менее мы знаем что украшение украшение нашего дома ёлкой ничего страшного себе в себе не несет и вы можете даже поставить хоть восемь санта клаусов у себя дома не имеет значения главное что сам на самом деле мы в душе в сердце празднуем день рождения спасителя и он является главой этого праздника он является виновником этого торжества и так далее это в израиле растет и ели кедр и все остальное так вот когда мы говорим о рождестве мы говорим о рождении спасителя и это было предсказано неоднократно и мы все мы говорили что в наших передачах будем говорить о пророчествах и одно из пророчеств которое написано у исаи главе 9 его очень часто цитируют на самом деле но здесь я думаю самое полное пророчество о том кто придет в этот мир кем он будет для каждого из нас и почему мы собственно говоря так ревностно празднуем факт рождения спасителя потому что девятая глава ну скажем 6 стиха написано ибо младенец родится нам сын дан нам и нарекут ему имя чудный советник почему-то в переводе на русский язык слово чудный и советник это два разных слова на самом деле это одно и то же слово это одно слово чудный советник так написано в оригинале пели юэц чудный советник бог крепкий отец вечности князь мира умножению владычества и мира нет предела на престоле давида и в царстве его чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правду отныне и до века ревность господа саваофа соделает это то есть мы знаем когда читаем евангелие от матфея что ангел говорит иосифу родится у тебя сына зовешь его иисус дашь ему имя иисус потому что он спасет народ свой от грехов на самом деле может быть для тех кто не знает иврита непонятно почему именно такие имена но тем не менее я растолкую в первую очередь иисус это греческая интерпретация имя ешуа слово ешуа это имя которое происходит корнем от слова ешуа и ешуа это спасение и когда мы читаем на иврите там написано в икаралу шем ешуа ки юшиа это амо мя внутав то есть он говорит он зовешь его ешуа потому что он юшиа то есть спасет избавит свой народ от его грехов и кто может избавить народ от грехов естественно только бог сам и поэтому здесь мы читаем вот в евангелии пророчестве от и сами мы читаем что будет рожден нам бог крепкий бог крепкий это человек который бог сильный эльги бортом написано эльги бортом бог действительно сильный крепкий героический как хотите так назовите но дело в том что только бог способен избавить кого-то от грехов а тем более весь народ и геройство и крепость этого бога состояла в том что он пришел он знал что его ждет он претерпел все лишения он претерпел все издевательства он претерпел смерть причем мучительную и позорную и в этом его крепость остается поэтому он бог крепкий сегодня и тогда к нему обращались за советом и он давал советы и это даже признали и фарисеи что откуда в нем сия мудрости они говорили и поэтому он советник чудный потому что он являет чудеса и советует дает какие-то рекомендации и тогда и сейчас потому что он вчера сегодня всегда один и тот же и в нашей жизни мы если что-то хотим получить какой-то ответ мы обращаемся к нему мы спрашиваем а как бы он поступила как бы его совет он нам дал в этом и мы знаем что иисусом жизни каждого является не только советником он является еще и другом и мы знаем что в его появлении здесь в том что мы приняли его как господа своего спасителя мы и мы получили обетование вечной жизни поэтому он отец вечности и мы знаем что на сегодняшний день все что принесет что находится в этом мире все вот эти вот прелести жизни они принадлежат не богу конечно не принадлежат князю мира сего который называется сатаной и этот князь мира по праву потому что ему все это принадлежит предлагал иисусу еще в во время искушения в пустыне принять поклониться ему получить это все в подарок он имел право давать в подарок все что у него есть а у него это все есть и царство все богатство и так далее но почему здесь написано что он будет князь мира потому что мы знаем что низвержен будет сатана и править миром будет именно иисус и греха больше не будет и поэтому он не будет правителем этого мира и поэтому мы читаем что вот это вот пророчество как самое подробное того что будет с каждым из нас во время того как мы принимаем господа в свое сердце то есть он будет для нас и советником чудным да потому что Мы всегда обращаемся к нему за советом и Богом крепким, потому что он тем, что он проявил такой героизм здесь, будучи человеком на 100% и на 100% Богом, он избавил нас от всех наших грехов, как и было обещано Богом Иосифу. Он и отец вечности, то есть мы его смертью, его воскресением обретаем себе жизнь вечную, и он князь мира, пусть не сейчас, но он в будущем, и мы знаем, что мы в этой жизни или в жизни на небесах все равно будем жить под его властью, и никакой другой власти не будет, потому что написано в пророчествах и в псалмах, написано, что покуда сядь, я не сной меня, покуда не положу всех врагов у ног твоих. То есть фактически Господь делает, выполняет свою программу искупления всего мира от греха, и основным, так сказать, кульминацией этого было рождение Спасителя в этот мир, Сын нам дан, написано, и владычество на раменах его. И я хочу, чтобы у каждого из вас в этот праздник, он действительно радостный праздник, каждый празднует его по-разному, не важно, что вы ставите у себя дома, свеча адвента или зажигаете елку, главное, что вы не упускаете самого главного. В этот день не Санта-Клаус принес подарки, а родился Спаситель, и благодаря ему у нас сегодня Бог у каждого в сердце, и этот Бог нам чудный советник, он нам Бог крепкий, он нам Отец Вечности и Князь Мира. И я еще раз хочу поздравить вас с этими радостными днями, мы еще будем говорить о пророчествах, и завтра, и в день Рождества обязательно в этом поговорим. И спасибо вам за внимание, что вы смотрите нас, приходите к нам каждый день, и следите за нашими новостями, подписывайтесь на канал, для того, чтобы получать уведомления о создании новых передач. С вами был Илья Станкевич, и завтрак с Библией. Всего доброго и счастливого вам Рождества!